Единственное предложение в их объявлении, которое раскрывает их бизнес-план. Ну вот и всё, Виза, я знаю ваш бизнес-план, спасибо, что спалили его. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. В сегодняшнем видео я расскажу вам о супер-позитивном событии для мира криптовалют, которое мало кто ожидал от гигантов платёжных систем современности. Виза влетает в криптовалюту, как говорится, на всю котлету. И это после того, как 4 дня назад в Мастеркарде объявили о выпуске платёжных криптовалютных карт для стартапа Wirex. И всё это на фоне того, что США разрешили своим банкам хоронить криптовалюту, о чём я говорил в прошлом видео. Кстати, если вы его не видели, ссылку на него оставлю в описании. Это видео набрало безумное количество просмотров и лайков, и мне правда очень приятно. Также в этом видео мы поговорим о биткоине, и почему я считаю, что мы находимся на грани начала нового булрана. Она начинает чувствовать прилив большого оптимизма по отношению к главной криптовалюте. И я верю, что нас ждёт самый большой булран в истории биткоина и криптовалют. И в этом видео я объясню почему. К тому же я расскажу вам о большой проблеме эфириума, которая возникла прямо сейчас, и к чему она может привести. Также поговорим о некоторых новостях Chainlink и Binance, и как это связано с эфириумом. И закончим тем, как одна страна опередила и Китай, и США, а все об этом почему-то молчат. По крайней мере, блогеры. Напишите в комментариях, что это за страна по-вашему, и после просмотра видео посмотрим, кто из вас угадал. Начнём с биткоина, а потом перейдём к главной теме видео, к теме, которая меняет всю финансовую игру. Это недельный график биткоина в 2016-м. Я напомню вам, что халвинг 2020-го произошёл 11-го мая. Значит, с тех пор утекло уже 10 недель. В 2016-м году халвинг произошёл 9-го июля. Спустя 10 недель после этого биткоин долго и нудно торговался в боковике. Но что было дальше? На этом я и хочу заострить ваше внимание. Это боковое длительное движение не длилось вечно. Медленно, но уверенно рынок накапливал силу. Синей стрелкой я указал, где мы были спустя 10 недель после халвинга 2016-го. С зелёной стрелкой я указал то, где мы были спустя 15 месяцев. За этот период биткоин вырос практически на 4700%. Я верю, что сегодня мы находимся в такой же ситуации. Спустя 10 недель после халвинга 2020-го биткоин долго и нудно торгуется в боковике. Но на самом деле это не происходит просто так. Биткоин так же, как и в 2016-м накапливается. Его кто-то накапливает. Например, я. Но что же будет дальше? Что будет спустя 15 месяцев по аналогии с 2016-м? Сейчас я покажу вам ультрапозитивный график. И по моему мнению его воспримут скептически. Приблизительно так же скептически, как люди в 2016-м, когда биткоин стоил полтысячи долларов. И им кто-то сказал, что он будет стоить 20 тысяч баксов. Конечно, в комментариях вам никто не мешает написать свое мнение по этому поводу. Но сначала напомню, как выглядят пики предыдущих буллранов с колокольни 2017-го. Ну, как-то вот так они и выглядят. Их просто не видно. А так, по мнению известного трейдера Ларка Дэвиса, будет выглядеть следующий пик. После которого 2017-й будет выглядеть совсем уж крохотным. По его словам, весь криптовалютный рынок последует за биткоином. А теперь, ребята, самая громкая новость этого видео. Это виза, которая вслед за мастер-кардом категорически изменила свое мнение о криптовалюте. Кто-то подумает, что они говорят о цифровых валютах, которые готовят центробанки. Или на крайний случай о стейблкоинах. Нет. Они говорят напрямую о биткоине. Именно слово биткоин написано у них в обращении. В 2018-м году их исполнительный директор жестко критиковал главную криптовалюту. А сегодня виза считает, что криптовалюты могут расширить ценность цифровых платежей для большего количества людей. Цитата. Мы хотим помочь их развитию и поддерживать ту роль, которую они играют в будущем денег. Помните, как два года назад виза блокировала своих клиентов, если они использовали криптовалюты? Сегодня их мнение изменилось на 180 градусов. Совершенствуем наш подход к цифровой валюте. Так они назвали обращение к сообществу. Концепция цифровой валюты или цифровой версии денежных средств, защищенных цифровым ключом, была придумана больше 10 лет назад вместе с запуском биткоина. Сегодня обеспеченные фиатом криптовалюты, известные как стейблкоины, стали новым многообещающим платежным средством, которое сочетает преимущества цифровых валют и стабильность традиционных. Стабильность. Да, стабильность. Виза тесно сотрудничает с регулируемыми платформами цифровой валюты, такими как Coinbase, чтобы обеспечить связь между цифровыми валютами и нашей существующей глобальной системой из 61 миллиона клиентов. По всему миру более чем 25 кошельков цифровых валют связаны с визой, что дает возможность пользователям легко использовать цифровую валюту с помощью карты виза везде, где ее принимают. И закончили они словами. Мы верим, что цифровые валюты имеют потенциал распространиться на огромное количество людей. Поэтому мы хотим помочь их развитию и поддержать ту роль, которую они играют в будущем денег. Мы обязательно поделимся с вами результатами нашей работы в ближайшие месяцы. Забавно, да? Два года назад Виза, Мастеркард, Банк JP Morgan, Пейпал, Управление контролера денежного обращения США все в один голос рассказывали, что криптовалюта это обман и мошенничество. А теперь в 2020-м вдруг все кардинально изменили свое мнение на противоположное, мол, криптовалюта это будущее. И как здесь не оставаться оптимистом? Но давайте немного вчитаемся в слова, точнее, между строк. Мы планируем поддерживать цифровые валюты и блокчейн-сети, на которые у наших клиентов и партнеров будет спрос. Единственное предложение ВИХ-объявление, которое раскрывает их бизнес-план. Фактически, они подтвердили этими словами, что будут чеканить и выпускать стейблкоины и, скорее всего, на блокчейне Эфириума. Почему я считаю, что они будут использовать именно Эфириум? Дело в том, что в мае 2020 года Виза опубликовала патент на выпуск стейблкоинов, в котором много раз упоминается Эфириум. А в качестве примеров кошельков указаны адреса именно в сети Эфира. Ну вот и все, Виза, я знаю ваш бизнес-план, спасибо, что спалили его. Мнения у людей насчет этого разделились. Кто-то уже похоронил биткоин, мол, стейблкоины всех заменят. А кто-то говорит, что никто никого заменять не будет, а только лишь произойдет присоединение Визы к биткоину и криптовалюте. Как и прогнозировалось, стейблкоины – это будущее цифровой валюты. Покойтесь с миром, биткоин и нано. Ну что, я могу ответить на такое утверждение? А что будет со стейблкоинами, когда умрет фиатная валюта? Вопрос на засыпку, да? Ведь стейблкоины привязаны к фиату, а просто криптовалюты нет. Помните, я говорил, что одна страна опередила и Китай, и США, и более того, не собирается на этом останавливаться? Вы написали свой вариант в комментариях, а теперь я говорю. Правильный ответ – это Таиланд. Да, Таиланд уже использует свою собственную цифровую валюту Центрального банка, которую и Китай, и США только разрабатывают. Регулятор подтвердил, что банк уже использует цифровую валюту для транзакций между крупными предприятиями. Цифровая валюта Центрального банка Таиланда поддерживается валютными резервами. Если изучить таблицу резервов ЦБ Таиланда, можно увидеть, что за последние 12 месяцев они увеличились на 25 миллиардов долларов. Поэтому, скорее всего, и будущее у цифровой валюты этого банка будет не то что блестящим, но точно неплохим. Таиланд также планирует предоставить доступ к своей собственной криптовалюте широкой публике. Однако перед этим будут проводиться обязательные тесты. По словам помощника, управляющего банком Таиланда, цифровая валюта устраняет необходимость посредника между Центральным банком и гражданами. Кроме этого, значительно снизится себестоимость финансовых операций. Однако есть и негативная сторона. Это может повлечь за собой изъятие депозитов в пользу цифровой валюты, что негативно скажется на коммерческих банках. Цитата. Появление цифровых валют в Центральных банках может вызвать серьезные нарушения функционирования финансовой системы. Сама роль финансовых институтов может измениться. Серьезные нарушения финансовой системы. Старой финансовой системы, я бы сказал. Цифровая экономика – это что-то совершенно новое. Неудивительно, что оно несовместимо со старой системой. Это как вставлять новейший процессор в устаревший сокет древней материнки. И на повестке дня у нас остались Chainlink, Binance и Ethereum. Давайте начнем с Ethereum и его большой проблемой, которая проявляется прямо сейчас. Как вы знаете, он за сутки неплохо вырос в цене. Но кроме цены, значительно выросла комиссия за транзакции, которая приближается к историческим пикам. Как вы видите на графике, такого уровня комиссионных не было с 2017-2018 годов. И что же это значит? А то, что сеть Ethereum сейчас использовать достаточно дорого. И три вещи, на которые указывает повышение комиссионных в сети Ethereum. Первое. DeFi все еще не готовы к массовому принятию, если мы говорим о DeFi на Ethereum. А они в основном на нем. Технологии децентрализованных финансов хороши. Но сказывается недостаточная масштабируемость Ethereum. И очевидно, обновление Ethereum 2.0 нужно уже не сегодня, а вчера. Второе. Чем больше страдает Ethereum, тем охотнее развиваются его конкуренты и отгрызают у него его рыночную капитализацию. Посмотрите, что творит, например, Elrond. Polkadot развивает свою экосистему как сумасшедший. Думаю, и цена скоро потянется. Cardano тоже конкурент и тоже отъедает рыночную капитализацию. Конкуренты продолжат это делать, пока Ethereum не дождется своего главного обновления. И третье, наконец. Такие рекордные комиссионные указывают на то, что децентрализованные приложения на Ethereum тоже требуют обновления. Например, технологии Layer to Scale Solution. Что это за технология? Главной целью этого решения является масштабирование блокчейна, но при этом сохранение его преимуществ. В общем, происходящее с комиссионами в сети Ethereum указывает на три большие проблемы, с которыми ему стоит что-то сделать в ближайшем будущем. И, надеюсь, это что-то будет Ethereum 2.0 и Proof of Stake, которые обещают уже через две недели. А мы переходим к последнему пункту сегодняшнего видео. Это Chainlink. Криптовалютная биржа Binance объявила о партнерстве с Chainlink. Они согласились на сотрудничество ради развития децентрализованных финансов DeFi, но не на Ethereum. Если вы не знали, у Binance существует своя платформа смарт-контрактов, как и у Ethereum. Вместе с Chainlink и еще некоторыми криптовалютными проектами Binance хочет сделать эту платформу полнофункциональной альтернативой Ethereum и его децентрализованным приложениям. Хорошие новости и для Binance, и для Chainlink. Правда, не очень понятно, как это отобразится на Ethereum. И можно ли считать сотрудничество Chainlink и Binance в создании альтернативы некой угрозой Виталику и его Ethereum? Напишите свое мнение в комментариях. А у меня на этом все. Если это видео вам понравилось, поставьте лайк. Это очень помогает мне работать каждый день. И каналу, кстати, тоже. Все благодаря вам. Большое спасибо за поддержку. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok